Технострой Олимп. Скидка 5% покупателям с ипотекой. А мы продолжаем знакомить вас с участниками марафона подарков. Но прежде чем я представлю вам гостей в студии, давайте посмотрим это стихотворное посвящение городу. Меж Петербургом и Москвой Стоит полями окруженный, родной, старинный город мой, когда-то клином нареченный. Река-сестра любуется рассветом над мостом, а на дворянской улице не спит старинный дом. Он поменял обличие на современный вид, но в доме городничего история гостит. А Вильяминова забыли сокровища, что обожгли? Купца, которого сгубили, и клад его, что они нашли. Ивана Калиту, Донского, Ивана Третьего, другим. Здесь было время и больного, бомбежек, страхов, дни лихих. Наш композитор Петр Ильич Чеховский здесь жил и музыку свою писал. Из книг Айдара собранные наброски. Тимура и команду здесь создал. Ансамбль церквей. И девочка-гребница. Река-сестра. Торговые ряды. Событий ярких помним. Вереницу. Своим и древним городом горды. Ну, а теперь давайте знакомиться. Итак, Семен Зайцев, Марина Лас и Павел Ершов. И, собственно, руководитель творческой агит-бригады, руководитель детской театральной студии «Эпизод» Александра Астафьева. Добрый вечер. Здравствуйте. Александра, расскажите, пожалуйста, про саму студию. Как давно она образовалась? Студия наша существует два года. Вот мы как раз недавно летом отмечали ее день рождения. Это новый состав студии. Совсем молодой, они занимаются совсем недолго. У меня есть детки и постарше, которые уже ставили спектакли. Мы участвуем в различных городских мероприятиях, в клубных мероприятиях. А с этими детьми это была первая серьезная работа. Давайте узнаем у самих детей, чем же они занимаются. Семен, расскажи, пожалуйста, как проходят ваши занятия. Сначала мы делаем разминку. Потом мы играем. Играем мы так. Мы показываем разных зверей, предметы, играем в зеркало и ставим разные сцены. Один раз мы поставили такую сцену. Один человек должен загадать какое-то действие. Например, копает огород или строит дом. А другие должны отгадать это действие и сделать то же самое. Один раз я ставил тоже эту сцену. И я сделал так, как будто бы я отдыхаю и купаюсь на море. Спасибо за столь исчерпывающий ответ. Александра, расскажите, пожалуйста, как родилась идея, сколько готовились? Готовили мы в течение месяца нашу композицию. Да, ребята? Да. Ну, мы сделали так, подарок городу. Родители наши выступали инициаторами, самые активные. Решили заснять вот все это в доме музея Чайковского. Они сами это все, родители, организовали, все придумали. Материал был подготовлен мной. Материал поэтический наших современных клинских поэтов. Это сбор разных стихотворений, собранные в единый сюжет. Были ли у вас какие-то сложности в подготовке или дети прям сильно окунулись так в этот процесс творческий? Дети очень способны, поэтому сильных проблем у нас не возникало. Если есть какие-то проблемы, то только с дисциплиной. Ну, это дети. Александра, а почему именно эти ребята участвовали? Все просто, всегда самые активные. Кто больше всех хочет, кто больше всех рвется, как говорится, в школе. Кто руку поднял, тот пятерку получил. Так же и у нас. Кто больше просится, тот больше участвует. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов. А я хочу обратить ваше внимание, что мы показали сокращенную версию выступлений участников. Полную версию мы выложим в нашей группе ВКонтакте. Туда же присылайте ваши заявки на участие. Адреса вы видите на экране. Адреса вы видите на экране.